Кировские приставы в канун 1 сентября провели ежегодную акцию «Твой ребенок». Акция должна привлечь внимание к проблеме невыплаты элементов. Она проходила на театральной площади города Кирова. Насколько эффективны такие методы работы судебных приставов, пытались выяснить Анастасия Войнолойча и Руслан Быкасов. Приставы подошли к работе творчески. Всем желающим была предоставлена возможность выразить свое отношение к проблеме в рисунке или высказывании. Тех, кому был необходим совет по элементам, консультировали прямо на месте. Кроме того, в мобильном пункте судебных приставов можно было оплатить долг по алиментам. Но желающих сделать это оказалось немного. Добровольно алименты платят около 10% родителей. С 1400 у нас порядка 150 человек, если говорить общую цифру, которые как раз добровольно производят ежемесячные выплаты. И порядка 400 исполнительных производств в отношении тех должников, которые выплачивают у нас из дарной платы. Тех, кто сталкивается с проблемой, выплаты алиментов немало. Ситуации бывают разные. Так, например, в Октябрьском районе города Кирова в прошлом году к уголовной ответственности были привлечены 50 человек. И это не только отцы, но и матери. Добиться выплат мирным путем не всегда представляется возможным. Для того, чтобы обратиться к нам в службу судебных приставов, это непосредственно нужно иметь на руках уже вынесенные судебные решения о взыскании алиментов. И если вы владеете информацией о его месте работы и по трудовому договору, у нас тоже есть все законы и основания, чтобы вычитать у него из дарной платы, в том числе по трудовому договору. Кировчане по-разному реагировали на акцию судебных приставов. Но то, что нашим детям нужна поддержка, особенно в начале нового учебного года, сомнений не вызывает. Дети, которые остались без внимания своих родителей, должны получать хотя бы что-то. Они не получают любовь родителей, не получают их внимания. То есть хотя бы пусть деньги получают, да? Пусть хотя бы эти деньги пойдут на игрушки, на какие-то констовары учебные, на развлечения, чтобы ребенок получал радости из других источников. Анастасия Войнолович, Руслан Быкасов, Вести, Кировская область.